Добрый вечер. У меня сегодня знаменательный день, можно сказать, второе рождение, как у автора. Первый раз как автора я родился в стране России, 8 февраля 1998 года, когда вышла моя первая российская книжка. В России как автор я просуществовал четверть века, выпустил 80 книжек, продал 35 миллионов экземпляров. А потом моя российская авторская жизнь под воздействием злых чар приказала долго жить, пив-паф, ой-ой-ой. Но принесли меня домой, оказался я живой. И вот сегодня я запомню этот день, 9 мая 2024 года. У меня начинается новая издательская книжная жизнь на территории, где злые чары не действуют. Я вам сегодня представлю книгу, как говорится, нелегкой судьбы. Потому что, во-первых, сначала я думал, что я ее не напишу. Потом, когда я ее написал, я думал, что я ее не издам. Проект, над которым я работаю больше 10 лет, «История российского государства». Я выпускал каждый год по тому собственной истории и по тому художественной билетристики. Так продолжалось 9 лет. Потом я остановился. Девятый том вышел 2,5 года назад. И я всем, в общем, объявил, что это конец, что я остановлюсь на 1917 году. И на том были причины, которые я тоже читателям объяснил. Причин, собственно говоря, было две. Первая причина была в том, что отличительная, одна из отличительных особенностей моей истории, ну, кроме того, что это не научная, а писательская история, это то, что эта история, что для писательской истории странно, безэмоциональная. Я окончил исторический факультет. Меня в моей стране всю жизнь учили истории как-то очень эмоционально и мифологизировано. И я от этого устал. Я хотел понять историю собственной страны, а для того, чтобы ее понять, нужно избавиться от эмоций. Это хорошо работало до 20 века. В 20 веке без эмоций я думал, что я не смогу писать историю Ленина, Сталина, потому что это все уже как бы история личная. Это история моей семьи, это история моих родителей, бабушек, дедушек, всяких драм, трагедий и всего такого прочего. Вот. Я очень не люблю Ленина, еще больше не люблю Сталина, и я думал, что я не смогу сохранить, ну, объективность. И тогда зачем писать? Эмоции я могу выхлёстывать в художественной литературе, выплёскивать. Вот. И вторая была трудность, я бы сказал, техническая. Потому что после того, как началась вот эта большая фаза украинской войны, в России, как вы знаете, напринимали кучу всяких запретительных законов, в том числе касающихся истории. Историю 20 века написать, не обходя, не нарушая эти законы, было невозможно. Писать историю, тензурируя себя, тогда зачем? Проблема не во мне. Да, я живу в Англии, мне наплевать на российские запреты. Проблема в моих коллегах по издательству, потому что, ну, на них обрушатся там какие-то уголовные статьи. Это была серьёзная для меня проблема. Вот. И обе эти проблемы я в прошлом году нашёл для них решение. Что касается проблемы эмоциональной, я дал себе установку. Это история царства Урарту. Я пишу это так, как будто это было тысячу лет назад. Это не имеет к моей семье никакого отношения. Я умею себя зомбировать и убеждать. Я попробовал, у меня, по-моему, получилось. Я, кстати говоря, думаю, что многих из вас, когда вы будете читать книгу, эта острожённость и холодность, наверное, будет раздражать. Я могу в своё оправдание сказать, что у меня есть серия романов про 20 век, история семьи, называется «Семейный альбом», и все чувства находятся там. Здесь только ума холодные наблюдения. Что касается проблемы российских запретов, я решил, что я буду писать бесцензурно, так, как я хочу. А дальше, если издательство испугается, я, чтобы его не подставлять, сокращения никаких делать не буду. Но что в крайнем случае я соглашусь на то, чтобы они просто вымарывали какие-то места в тексте. А потом, я уже придумал, я у себя на сайте распечатаю эти страницы, и люди будут вклеивать их туда, как это должно быть на самом деле. Мне казалось, что это очень остроумно и смешно, и по-кавкиански. Как вы знаете, сейчас это произошло на самом деле. Если вы наверняка видели это чудесное издание «Позолини», как это сейчас выглядит, я уверен, что эти картинки войдут в будущие учебники российской истории. Но до этого, слава богу, не дошло. А может и не, слава богу. Значит, книжка была полностью готова, свёрзана, проиллюстрирована, вычета консультантами, один из которых потом попросил снять его фамилию с титула. Обложка была мною одобрена, книжка должна была выйти в январе, потом в декабре меня в России запретили, запретили все мои книжки, и тут моя бумажная, во всяком случае, биография в России закончилась. После этого, значит, книжки, которые в России на складах арестованы, книжки, которые находились за границей в русских книжных магазинах, тоже постепенно заканчивались, я просто это видел собственными глазами, мне уже стали все писать, а где там Фондорин, где Пелагея, нет ничего. Вот, и я думал, что я полностью перемещусь в виртуальное пространство, сплошную электронику. Но, значит, мой электронный издатель, бостонский, и Book Applications, который делает, значит, сайты книжный клуб Бабок, Бабок.орг, поразительным образом за короткий срок создал бумажное издательство, и вот полетели наши первые ласточки. Вы фактически присутствуете в природах. Это вот, собственно говоря, все эти злые чары российские задержали эту книгу всего на сколько? На 4 месяца. Теперь эта дорога продолжена. Мы будем печатать все бумажные книги, и старые, и новые. Кроме того, это время не пропало, потому что, надо сказать, что столько, сколько я работаю и пишу за эти два ужасных года, я не писал в жизни никогда. Это мой способ эскейпизма. Я не сижу без дела. За это время, значит, смотрите, вот выходит эта книжка, через полтора месяца выйдет следующая, а за это время написал еще один роман, и я выпущу его еще через полтора месяца. Это наш ответ на токсичные жизненные обстоятельства. Значит, вот перехожу к 10-му тому, который называется «Разрушение и воскрешение империи 1917-1953». Еще два слова про мое отношение к истории. История, как наука, в данном случае меня не интересует. Меня история интересует как инструкция к жизни страны. Знание истории помогает понять настоящее и с большей степенью правильности спрогнозировать будущее. Вот что меня интересует. Вот почему я враг всяческих самообольщений в истории. Найдите для этого... То есть мне история, которая мне уговаривает любить мою страну, она мне не нужна. У меня с любовью все нормально. Я буду любить через художественную литературу. От истории мне нужна ясность, четкость и логичность. Значит, трудность, применительная к этому тому, была еще вот какая. Я должен был описать события, которые известны очень хорошо моим читателям. Вот не то, чтобы я и там буду писать, что в феврале скинули царя, а в октябре, вы представляете, власть захватили большевики, все говорят «Вау, не может быть!». Все все знают. Ты рассказываешь людям то, что они не только знают, но о чем у них есть собственное, сложившееся, это, как правило, твердое суждение. Есть твердое представление обо всех исторических деятелях. И ты имеешь дело вот с этим. Значит, я стал думать, для чего люди будут читать книжку, которая рассказывает им про то, что они и так знают. Значит, одно из двух. Или их будет интересовать моя трактовка, мой анализ, мое объяснение событий, моя логика. Или их будут интересовать какие-то отдельные, так сказать, темы и отдельные фрагменты этой истории. Исходя из этого, я эту книгу и написал, и проструктурировал. Значит, в этой книге самым главным разделом является содержание. Оно идет сразу после вступительной части. Содержание это представляет собой, с одной стороны, название глав, с другой стороны, эти главы складываются в связанный текст. Они представляют собой такую твиттер-историю России. В принципе, человек, который хочет понять, как я трактую историю этого периода, может просто прочитать содержание, и ему все будет понятно. А если он захочет углубиться, то значит, он посмотрит, что означает в главе, в разделе «Время колебаний 1922-1929» «Борьба за власть, маленькие вожди объединяются против большого» и прочитает это. В общем, если вы почитаете, вы видите, как это устроено. Ну вот, например, того, что здесь на этой странице нету. Как я описываю историю Отечественной войны 1941-1945 года. Значит, у меня здесь есть глава, которая называется «Фронт», и в ней всего три лавы, три предложения коротких. Блицкрик проваливается, идет война на истощение, союзники одерживают победу. Все. Это короткое описание боевых действий с 1945 по 1945 год, а подробности внутри. Вот, стало быть, это таким образом придуманная книга. Тут много, о чем можно было бы рассказать и поспорить в это невероятно интересное и невероятно важное, особенно для нас сейчас, время. Но я решил, что я для сегодняшнего вечера, пожалуй, остановлюсь на одной теме, которая меня в истории больше всего интригует. Больше всего она мне интересна. Значит, есть, даже и сейчас, два отношения к истории. Одно, что история представляет собой хаотическое нагромождение фактов, что она, в общем, грубо говоря, ничему не учит, что это такое вот броуновское движение. У нас по этому поводу был спор, например, с Михаилом Зыгарем, автором замечательных исторических исследований, потому что его понимание истории именно такое. Мне, я не то чтобы даже категорически не согласен, мне такое отношение к истории неинтересно, оно мне ничем не помогает. Кроме того, я думаю, что история имеет свою логику, точнее говоря, что история состоит из рационального и иррационального компонентов, двух. Есть некие объективные законы развития цивилизации, общества, страны, и их изменить не может ничто. И есть факторы субъективные. Это могут быть как разного рода черные лебеди, так и деятельность отдельных людей, каких-то очень сильных или очень ярких личностей или личностей, которые оказались в ключевом месте, в ключевое время и сыграли какую-то роль. И вот это вот сочетание объективного и субъективного, закономерного и случайного, а также роль отдельных людей в истории мне ужасно интересно. Я вам сегодня прочитаю с некоторыми перерывами три фрагмента из этой книги. Во-первых, что я думаю, прочитавший кучу литературы, про Владимира Ильича Ленина. Начнем с этого. При всем колоссальном объеме литературы о Ленине из чтения очень трудно составить представление о живом человеке. Беспристрастных свидетельств почти нет. Рассказчики или смотрят на объект снизу вверх с благоговением, либо люто его ненавидят. Создается впечатление, что живого и человеческого в этом историческом деятеле было не так много. Все его существование, все поступки подчинялись главной цели. Так что определяющей чертой этого характера была почти сверхъестественная целеустремленность. Дмитрий Писарев, которого Ленин высоко ценил и чью фотографию держал на письменном столе, очень точно описывает такой тип личности. Сам мечтатель видит в своей мечте святую и великую истину. И он работает сильно и добросовестно работает, чтобы мечта эта перестала быть мечтою. Вся жизнь расположена по одной руководящей идее и наполнена самой напряжённой деятельностью. Он счастлив, потому что величайшее счастье, доступное человеку, состоит в том, чтобы влюбиться в такую идею, которой можно посвятить безраздельно все свои силы и всю свою жизнь. Когда именно юный Володя Ульянов влюбился в идею, мы не знаем. Но ничего уникального в подобном фантазировании не было. Российские юноши интеллигентского сословия в ту эпоху были чуть не поголовно охвачены подобного рода идеализмом. В конце XIX века под воздействием научного и социального прогресса очень многим казалось, что строительство земного рая в той или иной форме вполне достижимо. Цель, к которой стремился Владимир Ульянов, была грандиозной и утопической. Перестроить весь мир согласно идеалу другого утописта – Карла Маркса. Герберт Уэллс, разговаривавший с вождем революции в 1920 году, очень многого, да почти ничего в большевизме не понял, но своим писательским чутьем угадал в собеседнике самое главное, когда назвал его кремлевским мечтателем. Ощутил с ним родство душ. Один фантаст распознал другого. Да, Ленин был самый настоящий утопист и мечтатель. Государство, образовавшееся в результате его деятельности, Союз Советских Социалистических Республик вовсе не являлась реализацией этой мечты. Ульянов Ленин мечтал совсем о другом – о Всемирной Коммунистической Республике и рассматривал борьбу большевиков на российской территории как промежуточный этап. Владимир Ильич не являлся российским патриотом. Ему, в общем, не было дела до России. В этом они с Троцким полностью сходились. Дело не в России. На нее, господа, хорошие мне наплевать. «Это только этап, через который мы приходим к мировой революции», сказал однажды Ленин в частном разговоре. В зрелые годы Ленин очень скупо делился воспоминаниями о ранней поре своей жизни. Но однажды упомянул, что отказался от идеи Бога в 16 лет. Выкинул на тельный крестик в мусор. Подростковый бунт – тоже явление вполне заурядное. Но мало на кого в переходном возрасте обрушивается такое потрясение, как казнь любимого старшего брата. К этому следует прибавить стену отчуждения, которое моментально возникло в симбирской чиновничьей среде вокруг семьи цареубийцы. Верить рассказу младшей сестры Марии о том, что гимназист Володя якобы заявил «нет, мы пойдем не таким путем», не следует. Девочке было 9 лет. Но то, что именно тогда определилась вся последующая судьба юноши, не вызывает сомнения. Царизм стал его заклятым врагом. Российские враги царизма в те времена придерживались народнической идеологии. То есть делали ставку на крестьянство, что было естественно в аграрной стране. Но Владимир Ульянов действительно пошел другим путем. И подсошло это, кажется, опять-таки по личным причинам. Поступив в Казанский университет, юный бунтарь сразу же на первом курсе ввязался в суденческий протест, был отчислен и по несовершеннолетию отправлен под присмотр матери в деревню, где у Ульяновых имелось поместье. Там он попробовал заниматься хозяйством, столкнулся с крестьянской хитростью, прижиминтостью, необязательностью и навсегда разочаровался в сословии мелких хозяйчиков. Рабочему классу повезло больше. Владимир влюбился в него дистанционно, по книжкам, и стал марксистом, прежде чем познакомился с живыми пролетариями. Реальное знакомство произошло в 1895 году в Петербурге, когда Ульянов стал членом марксистского кружка с громким названием «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Молодые интеллигенты занимались агитацией в фабрично-заводской среде. Они были переловлены полицией прежде, чем Ульянов успел разочароваться и в рабочих. В дальнейшем он с пролетариатом вживую общаться не будет и сохранит об этом революционном классе довольно идеализированное представление. Ключ к пониманию личности Ленина, однако, по-видимому, в том, что он являл собой редко встречающийся сочетание идеализма с прагматизмом. Лестница, по которой поднимался Владимир Ильич, вела в облака. Но каждый шаг и каждая ступенька на этом пути были тщательно продуманы и рассчитаны. Ульянов обладал блестящими интеллектуальными способностями. Это признают все. В гимназии он, не будучи зубрилой, шел первым учеником и, являясь братом цареубийцы, получил золотую медаль. Ленина, сдавая экстерном в Санкт-Петербургском университете экзамены на юриста, заработал высшие оценки по всем дисциплинам. Первая же опубликованная работа 24-летнего автора «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов» стала важным событием в революционной среде, одним из первых манифестов российского марксизма. Люди, близко знавшие Ленина, пишут о его одержимости. Жена называет это «ражем». Он был человеком увлекающимся и в своих увлечениях страстным. Это касалось даже мелочей. Езды на велосипеде, походов за грибами, охоты, чего угодно. Он мог сидеть за шахматами с утра до поздней ночи. Игра до такой степени заполняла его мозг, что он бредил во сне. Крупская слышала, что во сне он вскрикивал. «Если он конем сюда, я отвечу, турой!» рассказывает пленинский приятель Николай Валентинов. При этом, отмечают несколько мемуаристов, Ульянову очень нравили всякого рода состязательные досуги, и он должен был непременно побеждать, а проигрыш сильно портил ему настроение. Примечательно, что проигрывая не за шахматной доской, а в больших и важных политических делах, это случалось нередко. Ленин, наоборот, не падал духом, а немедленно начинал выискивать, какую пользу можно извлечь из неудачи. Весьма сильное качество для лидера. Страстность натуры и неумение проигрывать делали Владимира Ильича человеком конфликтным. Он был резок и безапелляционен в спорах, без конца с кем-то пикировался и ссорился. Хорошие отношения складывались только сверху вниз, с теми, кто безоговорочно признавал его правоту. «Для терпимости существуют отдельные дома», – презрительно говорил Ульянов, и терпимостью он действительно не отличался. Эта проблемная черта компенсировалась большой харизмой, которую отмечают очень многие. Ленин умел ценить толковых людей, отдавать должное их достижениям. Так называемая «Ленинская гвардия» состояла из очень ярких соратников, в отличие от будущей сталинской гвардии. Во всяком человеке, и уж особенно в правителе, важны моральные качества. Этика Ульянова-Ленина заслуживает отдельного разговора. Она в значительной степени определила и облик партии, и политику нового государства. С точки зрения нормальных человеческих представлений о добре и зле, Владимир Ильич был существом совершенно имморальным. У него имелись нравственные принципы, но специфические, легшие в основу концепции партийной морали. Она гласила, что нравственно – все полезное для партии, а безнравственно – все для партии вредное. Вообще-то ничего новаторского в этой идее нет, она известна испокон веков. Цель – оправдывать средства. Давний знакомый Ленина, социалист Патресов, пишет про него. «Человек, способный идти к своей, пусть высокой, священной цели через какие угодно низкие преступления». Основой партийной морали, собственно, заложил еще нигилист Нечаев, к которому Ленин относился с большим пиететом. Совершенно забывают, что Нечаев обладал особым талантом организатора, умением всюду устанавливать особые навыки конспиративной работы, умел свои мысли облачать в такие потрясающие формулировки, которые оставались памятны на всю жизнь, сказал однажды Ленин и привел пример Нечаевской потрясающей формулировки. На вопрос, как следует поступить царским домом, Нечаев ответил – всех уничтожить. Ведь это просто до гениальности восхитился Владимир Ильич. Как мы знаем, он не пощадит даже царских детей. «Партия – не пансион для благородных девиц», заявил Ленин товарищу по партии Войтинскому. «Нельзя к оценке партийных работников подходить с узенькой меркой морали. Иной мерзавец может быть для нас именно тем полезен, что он мерзавец». Иосиф Сталин, ученик Ленина, впоследствии доведет этот принцип до логического завершения и сделает полезных мерзавцев своим главным кадровым ресурсом. Ленинская беспощадность наложила отпечаток на те жестокие формы, которые принял во время Гражданской войны красный террор. Миф про злого Сталина и доброго Ленина, столь популярный в среде советских шестидесятников, был разоблачен с открытием партийных архивов. Сохранились записки и телеграммы, в которых предсовнаркома требует расстреливать, вешать для устрашения, брать заложников. Безжалостность Ленина-правителя, по-видимому, объясняется весьма невысоким мнением Ильича о человеческой природе, что оправдывает и невысокую оценку отдельной человеческой жизни. Таковы более или менее все идеалисты-визионеры, стремящиеся облагодетельствовать не конкретных людей, а абстрактное человечество, или нацию, или класс. Они мыслят массами и миллионами, не боятся, когда при рубке леса летят щепки, видят только народ, но не различают отдельных лиц. Есть ощущение, что Владимир Ильич существовал в мире, населенном не живыми людьми, а какими-то масками. Вот капиталист, вот рабочий, вот крестьянин-бедняк, крестьянин-кулак, вот профессиональный революционер и так далее. Кто-то вреден, кто-то полезен, и всеми можно пожертвовать ради великой цели. Цель была достигнута такими жертвами, что лучше бы было к ней не стремиться. Однако, что произошло, то произошло, и это стало возможно, потому что в истории сыграла свою роль личность по имени Владимир Ильич Ленин. Расчетливый идеалист, имморальный харизматик, кабинетный теоретик, выдающийся организатор и мизантропический оптимист. Как-то все это в одном человеке уживалось. Теперь про второго исторического деятеля, самого, безусловно, главного исторического деятеля российского XX века, наследие которого мы имеем несчастье наблюдать до сих пор, но так и не расхлебано, про Иосифа Сталина. Он называл себя продолжателем дела Владимира Ленина, но это не так. Сталин повернул государство совсем другое, противоположное направление от мировой революции и Всемирной коммунистической республики к империи, к национальной и националистической империи. Он не построил новый мир, а восстановил и укрепил империю. Это итог его деятельности. Давайте я вам прочту портрет Сталина. Ни одному из российских авторов, кажется, не удавалось сохранить беспристрастность по отношению к этому историческому деятелю. Сначала Сталина можно было только превозносить. Во времена оттепели сдержанно поругивать за отход от ленинских норм, за культ личности и за репрессии, но только за это. В брежневские времена столь же сдержанно чтить за победу. В перестроечные проклинать и ненавидеть, отвергая всякие государственные заслуги. Потом возникла более или менее официальная концепция эффективного менеджера, который, с одной стороны, конечно, был очень жесток, но с другой умел выполнять поставленные задачи и привел государство к величию. Мне, как и всем, трудно относиться к Сталину безэмоционально, преодолеть отвращение к подобному типу правителя вообще и к данному конкретному человеку в частности. И все же попробую. Эффективный менеджер, что ж, пожалуй, с одной существенной и даже все меняющей поправкой. Но сначала об эффективности. Первое. Факт то, что царская Россия войну с Германией проиграла, а сталинская Россия войну с Германией выиграла. Второе. Факт то, что под руководством Сталина разрушенная гражданской войной отсталая Россия, теперь называющая себя СССР, превратилась в индустриальную и технологическую сверхдержаву. Третье. Факт то, что вместо обанкротившейся империи возникло новое, намного более сильное. Четвертое. Факт то, что эта империя опять, как в первой половине XIX века, стала претендовать на мировое лидерство. Все это, безусловно, заслуги Сталина. Если считать империю и имперскость благом. Если же считать ее проклятием, мешающим России нормально развиваться, а ее гражданам жить достойной жизнью, то эффективность сталинской деятельности заслуживает совсем иной оценки. Под грузом имперскости в конце концов рухнул Советский Союз. Под грузом имперскости уже в XXI веке Российская Федерация снова ввязалась в разрушительный и, по-видимому, саморазрушительный конфликт. Все это – дальние последствия сталинского государства строительства. Тем не менее, первый и второй пункты, безусловно, являются выдающимися достижениями. О цене, которую за них пришлось заплатить, мы еще поговорим, но исторический вклад Сталина здесь не оспорим. У этого правителя, несомненно, имелся ряд сильных качеств. В отличие от Ленина и Троцкого, он был начисто лишен идеализма, не верил в коммунистическую идею и хорошо понимал невозможность мировой пролетарской революции. Это был прежде всего правитель-прагматик, что обычно бывает полезно для развития страны. Сталин ясно понимал историческую анатомию российской государственности с ее ордынскими опорами. Он хорошо знал историю и умел извлекать из нее нужные ему уроки. Любимыми правителями вождя совершенно не случайно были Иван III, Иван IV и Петр I, главные адепты ордынской конструкции. Сталин строил не новый мир, кто был где, кто был ничем, тот станет всем. Он строил империю. Последовательно и намеренно он восстановил четыре обязательных условия российской государственной прочности. Давайте посмотрим наглядно, как это выглядит. Если не считать Древнюю Русь, раннее государственное объединение, которое развалилось еще до того, как с Востока пришли монголы, генеалогия нынешней Российской Федерации выглядит следующим образом. Архитектуры при этом все время одна и та же. Четыре обязательных опоры неизменны. Власть сверхцентрализована и монопольна. Население существует для государства, а не государства для населения. Фигура верховного правителя сакральна и, упаси Боже, не подвержена критике. Законы не регулируют власть, а обслуживают ее. Кроме четырех обязательных опор, у ордынского государства в арсенале имеются дополнительные сильные средства, применяемые в периоды мобилизации или, наоборот, ослабления. Можно превратить страну в военный лагерь, потому что вокруг одни враги. Можно запугать всех тайной полицией. Наконец, можно придумать высшую цель, оправдывающую их решения и жертвы. Так оно из века в век, вот уже полтысячелетия, и продолжается. Система оказалась вполне прочной, и главное, самовосстанавливающаяся. Сила, как есть и так будет всегда. Славься Отечество! Дальше, про сильные черты Сталина. Сталин, безусловно, обладал стратегическим предвидением, смотрел на годы вперед. Он ясно сознавал неизбежность новой мировой войны и начал к ней готовиться с загодя. Еще в 31-м году, выступая на вроде бы совершенно не воинственную тему о задачах хозяйственников, он сказал, максимум в 10 лет мы должны пробежать то расстояние, на которое мы отстали от передовых стран капитализма. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Ровно через 10 лет Советский Союз и попытается смять, но к тому времени государство пробежит таки весьма внушительную дистанцию. То же самое Сталин повторил на 17-м съезде партии в 34-м году. Дело идет к новой империалистической войне. Многие политические решения советского правителя в 30-е годы были продиктованы острым ощущением надвигающейся катастрофы. Далее. Сталин был абсолютно безнравственен и 100% оппортунистичен. Всегда готов поступиться принципами, идеями, личными привязанностями, обещаниями в угоду целесообразности или того, что ему представлялось целесообразным. Для диктатора такая измененная гибкость качество чрезвычайно полезное. Оно привело Сталина к власти, позволило сохранить и укрепить ее, а затем и стать самым могущественным правителем планеты. Далее. Этот человек был превосходным психологом, отлично умевшим манипулировать людьми и эксплуатировать их слабости, заключать выгодные альянсы, производить нужное впечатление, внушать и любовь, и страх. Наконец, Сталин обладал по-человечески отвратительным, но ценным для правителя свойством никого не любить. Он подбирал ближайших соратников в первую очередь по принципу полезности, а не по личной симпатии. И если ошибался в помощнике, немедленно такого отставлял. Для этого правителя значение имело только исполнительность. Точно такой же твердокаменности он ожидал от своей команды и раздражался, если сталкивался с проявлением обычных человеческих чувств. Одинокий, выдавившись с 31-го года после самоубийства жены, Сталин то ли испытывал черную зависть к людям ближнего круга счастливым в личной жизни, то ли ревновал их к постороннему влиянию. Иначе трудно понять жестокость, с которой диктатор разрушал семьи своих соратников. Он приказал арестовать жен ближайшего своего помощника Вячеслава Молотова, всесоюзного старосты Михаила Калинина, личного секретаря Поскребышева. И все они, боясь вождя, смиренно это стерпели. Когда же один из предвоенных сталинских фаворитов маршал Кулик не послушался высочайшего приказа развестись, его супруга просто исчезла. Ее тайно схватили сотрудники НКВД, посадили в тюрьму, а потом расстреляли. Муж так и не узнал о ее судьбе. Были, однако, у Сталина и два серьезных личностных недостатка, каждая из которых имеет историческое значение, поскольку дорого обошелся стране и народу. При замечательной стратегической потенции это был довольно посредственный тактик. Рационально обозначив генеральную цель, он совершал немало грубых ошибок на пути к ее достижению. Можно сказать, что Сталин был управленчески не талантлив. И с годами, по мере все большего отрыва от реальной жизни, роста самоуверенности, параноидальной подозрительности, обычных побочных эффектов длительного диктаторства, он ошибался все чаще. Обычно упоминают 22 июня 1941 года, когда из-за непоклебимой уверенности правителя в собственной правоте СССР за несколько недель потерял почти всю регулярную армию и огромную часть территорий. Но были и другие катастрофические просчеты, на которых мы еще остановимся. Серьезным дефектом для руководителя является недоверие к ярким, сильным соратникам. Петр I не боялся окружать себя блестящими помощниками. Сталин предпочитал серых и послушных исполнителей. Он постепенно убрал или уничтожил всю генерацию лидеров, выдвинутых революцией и гражданской войной, и заменил ее удобными и угодливыми, но малоинициативными, робкими приближенными. А вокруг него сброд тонкошей их вождей, он играет услугами пол-людей, кто свистит, кто мяучит, кто хнычит, он один лишь бабачит и тычет. Говорится в знаменитом стихотворении Мандельштама. Эта отрицательная селекция будет иметь последствия и в послесталинский период. Как вы знаете, она вполне соблюдается и в нынешней российской политической элите, потому что нынешний российский диктатор вокруг себя ярких соратников тоже абсолютно не терпит. И это совершенно сталинская черта. И еще о личностях. Я вам прочитаю еще один фрагмент, который был для меня в общем большим открытием. Я, как все советские дети моего возраста, вырос под фильмы про гражданскую войну. Песни, романы. У меня есть представление о героях гражданской войны. И сейчас, когда ты все это стряхиваешь и начинаешь смотреть, кто действительно что-то делал и значил в те времена, получается совершенно другая картина. Я поэтому сделал вводную главу, которая посвящена самым ярким деятелям гражданской войны с обеих сторон, с красной и с белой. С белой там сюрпризов практически нет. В этом самом топ-тене есть только один персонаж очень важный, который упущен. Это Энвер Паша, который чуть было не развалил всю чуть воссоздающуюся колониальную империю в Средней Азии. Но я вам хочу прочитать про советский лагерь, потому что здесь несоответственно и более выдающиеся. Сразу оговорюсь, что Ленина и Троцкого вождей гражданской войны очевидных я сюда не включаю. Это вот 10 деятелей, которые находятся под ними. Иосиф Сталин активно переписывал недавнюю историю, возвеличивал собственную роль, продвигал своих соратников, вымаривал имена врагов. Массовая культура, кино, литература, изобразительное искусство усердно обслуживали этот заказ. Поскольку Сталин во время гражданской войны занимал посты второстепенной, требовалось пригасить значение всех вождей более высокого ранга, главкомов, командующих фронтами. Из них были оставлены лишь те, кто к тому времени уже умер. Свердлов, Дзержинский, Фронзе. Зато в галерею главных полководцев и героев попали военачальники относительно невысокого звена. Командарм Буденный, член армейского военсовета Ворошилов, комдив Чапаев, комдив Щерс, комбриг Котовский и так далее. В кратком курсе истории ВКПБ дается следующий перечень политических деятелей, которые привели Красную армию к победе. Именно в таком, явно, Сталин, Третий, Молотов, Калинин, Свердлов, Каганович, Орженикидзе, Киров, Куйбышев, Микоян, Жданов, Андреев, Петровский, Ярославский, Дзержинский, Щеденко, Мехлес, Хрущев, Шверник, Шкирятов. Примечательно, что даже Дзержинский оказался лишь на 15-м месте, много ниже Кагановича и Микояна. Некоторые, вычеркнутые из истории враги народа, во времена Хрущевской оттепели, вернулись в учебники, но общая картина все равно сильно искажена. Попытаюсь исправить эту несправедливость. И дальше я даю 10 имен по степени их действительной исторической важности. Я прочту половину, потому что пятерых вы знаете, а пятерых, я уверен, что большинство из вас или не знает вовсе, или только понаслышало краем уха имя. Итак, огромную роль в победе Красной Армии, не меньшую, чем Троцкий, сыграл его заместитель в Реввоенсовете Республики и Фраим Склянский, истинный создатель советских вооруженных сил и участник, а нередко и инициатор всех основных военных решений. Троцкий постоянно разъезжал по фронтам и часто отсутствовал. Его помощник все время был на месте, подле Ленина. Тот полностью доверял этому неутомимому, всезнающему работнику, которого прозвали Машиной. Считается, что большинство ленинских телеграмм, отправленных командующим фронтами и армией в критические моменты войны, составлены Склянским. Ленин их только подписывал. Владимир Ильич звонил Склянскому или наоборот Склянский звонил Владимиру Ильичу. Склянский составлял телеграмму, Владимир Ильич поправлял и подписывал, и телеграмма свое действие на месте производила безошибочно, рассказывает Троцкий, который называет своего заместителя человеком исключительным. Луначарский пишет, что это один из центральных мозговых узлов огромного организма. Склянский обладал выдающимися способностями и всюду оказывался среди первых. Гимназию он окончил с золотой медалью, медицинский факультет университета с отличием. После февральской революции его военного врача, еврея, к тому же еще и офицера, солдаты выбрали председателем сначала дивизионного, а потом армейского комитета. Внимание Троцкого молодой человек привлек своей распорядительностью во время Октябрьского переворота и с тех пор стал ближайшим сотрудником вождя. С марта 18-го года 25-летний Склянский занимался строительством Красной армии и все основные достижения привлечения военспецов, мобилизационная система, логистика управления основывались на его идеях. Он работал по 18 часов в сутки, год за годом. Командарм Будённый в своих мемуарах простодушно проговаривается о тогдашнем положении Сталина, когда описывает их совместный визит к всемогущему зампреду в 2020 году. Мы доложили Склянскому о недавнем заседании Реввоенсовета армии, о выводах, каким пришел Реввоенсовет. Склянский одобрил наши рекомендации, чему, конечно, мы были очень рады. Сталинский секретарь Бажанов уже в 20-е годы пишет, Сталин ненавидит Склянского, который во время гражданской войны преследовал и цукол его, больше, чем Троцкого. Когда после смерти Ленина в большевистском руководстве начнется борьба за власть, первое, что сделает Сталин, добьется отставки Склянского и настоит на отправке его подальше за границу, в Америку. Там Склянский вскоре погибнет при весьма подозрительных обстоятельствах, утонул в озере. Без своего надежного помощника Троцкий долго не продержится. Номером вторым в этом списке у меня идет Сверлов, которого вы знаете, я его пропускаю. Номером третьим идет Дзержинский, которого вы тоже знаете. Номером четвертым Григорий Зиновьев, диктатор Петрограда. А вот следующий. Значит, у меня написано, остальные позиции в советской десятке занимают полководцы, которые привели Красную Армию к победе. Первым главнокомандующим вооруженными силами РСФСР стал Иоаким Вацетис, кадровый офицер, выпускник Генштаба Академии, к моменту октябрьского переворота командовавший латышским стрелковым полком. На стороне советской власти оказалось немало бывших военачальников гораздо более высокого ранга, да и известности. Но в сентябре 1918 года при учреждении должности главкома рабочей крестьянской Красной Армии Троцкий выбрал именно Вацетиса, хотя тот не отличался полководческими талантами. Однако для правительства тогда после лево-эссерского восстания, после мятежа, командующего Восточным фронтом Муравьева, после покушения на Ленина, важнее всего была лояльность, которую Вацетис незадолго перед тем продемонстрировал. Дело в том, что после октября бывший полковник возглавил дивизию латышских стрелков, являющихся единственным боеспособным формированием слабой Красной Армии. В июле 1918 года, когда левые эссеры попытались устроить переворот, стрелки Вацетиса спасли большевиков от поражения. Через несколько дней после этого Вацетис получил командование Восточным фронтом вместо убитого мятежника Муравьева, а вскоре и пост главнокомандующего. В этом качестве он ничем особенно не блистал, почти не покидал кабинета и занимался в основном организационными вопросами, но на этапе создания регулярной армии они, собственно, и были самым важным. В оперативно-стратегических вопросах Вацетис во всем подчинялся председателю Ревомансовета Троцкому и Суклянскому. Почти целый год Вацетис являлся высшим военным руководителем Красной Армии. Один из ведущих военспецов, генерал-лейтенант Снеасарев, пишет про своего начальника. Он ординарен до крайности, мысли его простоваты, разумны, если угодно, но и только. Впрочем, ординарность и разумность уравновешивали порыветость и дилетантизм Троцкого. На смело лояльному, но не хватающему с неба звезд Вацетису главкомом назначили другого полковника-генштабиста Сергея Каменева. Как и предшественник, он не был мобилизованным воинспецом, а вступил в Красную Армию добровольно. Летом 19-го года, командуя Восточным фронтом, Каменев сумел переломить ситуацию и после ареста Вацетиса, временного, сменил его на высшем посту. Это опять был главнокомандующий удобный Троцкому, поскольку не претендовал на первенство. В стратегическом отношении Каменев стоял выше Вацетиса. Как пишет Троцкий, отличался оптимизмом, быстротой стратегического воображения, однако, будучи беспартийным, чувствовал себя на своей должности не слишком уверенно. Иногда это приводило к серьезным ошибкам. Каменев не всегда осмеливался настоять на своем. По отзыву того же Троцкого, одобрительному, главком легко поддавался влиянию работавших с ним коммунистов. Те, кто не считал это качество похвальным, прозвали Каменева человека с большими усами и маленькими способностями. Поражение в Польской войне 20-го года в значительной степени произошло из-за того, что разработчик наступательной операции Каменев не сумел отстоять свой стратегический план, поддался давлению партийной верхушки. И все же именно под командованием Каменева Красная армия в 19-м году выдержала натиск белых армий на востоке, юге и западе, а затем повсюду перешла в наступление. Этому же полководцу принадлежит заслуга побед в Крыму, Туркестане и на Дальнем Востоке. Пост главнокомандующего вооруженными силами Республики Каменева будет занимать до 24-го года. И Сталину потом придется немало потрудиться, чтобы вычеркнуть это громкое имя из истории. Сергей Сергеевич Каменев единственный из крупных полководцев гражданской войны, кого объявят врагом народа уже посмертно. Ему повезет умереть своей смертью накануне большого террора. Из высшего комсостава следующего звена командующих фронтами этот список довольно длинный, больше 20 имен, ярче всего проявил себя еще один полковник царской армии Владимир Гиттис. Его, как видите, даже в офицерской форме показывать не надо, у него все на лице написано. Впоследствии он начисто исчез из официальной истории, а если и вспоминался, то как скрытый вредитель. Подобно Вацетису с Каменевым он добровольно вступил в Красную армию, весной 1918 года разбил на дону отряда генерала Краснова. Я ставлю Гиттиса на первое место среди комфронтами, потому что он занимал эту высокую должность намного дольше, чем кто бы то ни было, с января 1919 до мая 1921 года и неоднократно оказывался в центре самых важных военных событий. Это был человек большой личной храбрости, георгиевский кавалер, но главным его достоинством были выдающиеся организаторские качества. Получая подначало плохо дисциплинированные разболтанные войска, Гиттис умел приводить их в состояние боевой готовности. Например, в период командования Западным фронтом самым слабым и неукомплектованным он не только навел там порядок, но и стал помогать резервами другим фронтам. И осенью 1919 под его непосредственным руководством Красная Армия отбила наступление Деникина. Он не был коммунистом, но ни в чем не отступал от партийной линии. Бытность командующим Южным фронтом в феврале 1919 Гиттис подписал один из самых чудовищных приказов о расказачивании, где в частности предписывалось обнаруживать и немедленно расстреливать всех без исключения казаков, занимавших служебные должности по выборам, то есть фактически всех казаков, пользовавшихся станичников-авторитетом. А в конце перечня потенциальных врагов под пунктом Е значилось всех без заключения богатых казаков. Одним словом, несмотря на старую режимную внешность, это был образцовый красный командир, исполнительный и безжалостный. Александр Егоров в 1919 году Егоров командовал армиями и не всегда удачно, но в октябре, когда войска Деникина рвались к Москве, в Орловско-Хромском сражении, поворотом для всей войны, нанес белым поражение. Будущий маршал Буденный, в то время подчиненный Егорова, впоследствии куда более прославленный герой гражданской войны, потом писал про своего начальника. Мне нравилось, что он держится скромно, не щеголяет своей образованностью, как это редко делали бывшие офицеры. Особенно меня подкупала его смелость в бою. Он, командующий армией, когда необходимо ходил в атаку вместе с красноармейцами. Близость к Сталину во время Польской войны стала главным мотором послевоенной большой карьеры Егорова. Она же его и погубила. В конце концов, вождю, переписывавшему историю, захочется избавиться от полководца при котором он всего лишь состоял политкомиссаром. Поколебавшись, с первого раза вычеркнув Егорова из расстрельного списка, Сталин потом перестанет сентиментальничать и все-таки отправит бывшего соратника на смерть. Маршала казнят 23 февраля, в день той самой армии, которую он когда-то создавал. Еще два имени из этого топ-10 вам известны. Это Михаил Фрунзе и Михаил Тухачевский, единственный из видных деятелей гражданской войны, которому удалось вернуться в этот 60-е годы. Не в значительную, не в последнюю степень благодаря своей импозантной внешности. У меня даже сейчас, когда я писал этот том, написала одна очень милая дама, которая очень волновалась, что я плохо напишу про Тухачевского, потому что она его любит и ценит до сих пор. Хотя у Тухачевского, конечно, как у всех, у них все равно руки по локоть были в крови. Теперь еще одна тема, на которой я хочу коротко остановиться. Это вещи, которые прояснились для меня в истории только вот сейчас, когда я работал над этим томом, потому что меня этому не учили. Нигде мое внимание ни в каких работах на этом не заостряли. Это какие-то не моменты, которые я упускал и не понимал. Вот смотрите, февраль 17-го года пала империя романовых. То, что происходит дальше, события 17-го года, это самое важное, что вообще есть в истории. Потому что история 20-го века похожа на дерево. Дерево возможностей. Эти возможности все время сокращаются. Сначала страна могла повернуть в огромное большое количество направлений, потом все меньше, 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 и наконец остался только один путь. И вот этот период, продолжавшийся примерно 10 лет, сужение возможностей, он захватывающе интересный и очень важный. Первая развилка весна-лето 17-го года. Ну, понятно было, что революция демократическая, но что Россия в 17-м году демократической страной стать никак не могла. Это было абсолютно исключено. Во-первых, шла война. Во-вторых, демократический строй может установиться только в обществе, в котором средний класс составляет большинство или во всяком случае значительную силу. Потому что средний класс это тот слой, который заинтересован в разделении ветвей, свободе слова, независимости суда и так далее. В России средний класс был вот такусенький. Поэтому шансов на это не было. Но в любом случае установилась бы диктатура. Она могла быть или ультраправая, или ультралевая. И опасность того, что останет ультраправой вплоть до августа 17-го года была превалирующей. Что при этом произошло бы, если бы победил условный Корнилов или не Корнилов, а более талантливый генерал, там, военачальник? Была идея, что вот это движение восклавит адмирал Колчак, который был нагово выше Корниловой и у него, вероятно, получилось бы. Значит, у меня иллюзий никаких на этот счет нет. Я думаю, что в этом случае в России установился бы белый террор, вешали бы на фонарях рабочих. Это была бы протофашистская диктатура, как это произошло в некоторых других европейских странах после Первой мировой войны. Это была бы лютая совершенно активность по сохранению единой и неделимой. То есть была бы борьба на всех, кровавая на всех национальных окраинах. Ничего хорошего при таком варианте тоже бы не было. Это развилка номер один. Победили в результате левые при значительном участии и пособничестве Александра Керенского. Там в книге про это подробно написано. Следующая развилка это 18-й год. Значит, понятно, что у власти левые, но это две партии. Партия крестьян, эсеры и партия рабочих, РСД, РПБ, большевики. Значит, Россия до июля 18-го года могла стать или крестьянской страной, что даже казалось более естественным, потому что 80% населения страны были крестьяне. Но у эсеровской партии не было такого эффективного и талантливого руководства, как у большевиков, потому что Ленин и Троцкий, вот этот тандем, это очень сильная команда и очень сильная группа. Наконец, еще один поворот, очень важный для всего мира, не только для Советского Союза, для России произошел в 27-м году. Я тоже как-то, при том, что я всю жизнь занимался, интересовался историей, как-то я этого не понимал. Сейчас я понимаю это очень хорошо. 27-й год это год роковой. Это год так называемой военной угрозы. Значит, в Советском Союзе НЭП, в Советском Союзе идут на трипартийные дискуссии, там возникают разные группировки. Группировка Сталина, группировка, там вы имеете, туда-сюда двигаются Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков и так далее. Обычно это изображают как борьбу за власть. И это, конечно, в том числе борьба была за власть, но не только. Речь шла о том, по какому пути пойдет дальше государство, пойдет дальше страна. И события 27-го года, мировые события, сыграли здесь, как я сейчас понимаю, ключевую роль. Тут произошло несколько очень важных происшествий. Во-первых, произошел решительный разрыв с Англией, и Англия вытянула ультиматум. Это связано было с так называемым подметным письмом Коминтерна, с всеобщей стачкой 26-го года в Англии. Неважно. Главное, что это создало ячак напряженности. Франция высылает советского посла. В Польше после переворота устанавливается диктатура Пилсудского. Отношения на западной границе очень обостряются, происходят стычки, в 20-м году убивают советского посла. Одновременно в Китае советская политика, а советская Москва была очень активна в Китае, терпит крах. В стране начинается настоящий психоз. Всюду происходят митинги, все ждут, что не сегодня, завтра начнется война. Политбюро устраивает на совещание, анализирует военный потенциал и обнаруживает, что нету ни достаточной армии, ни вооружения, ни индустрии для того, чтобы эту армию вооружить. На всю советскую Красную Армию в 20-м году 150 старых танков и броневиков. 150. Из этого делается вывод, что нужно превращать строчно страну в военный лагерь любой ценой. И все дальнейшее отмена НЭПа, коллективизация, форсированная индустриализация, жесточайшая партийная дисциплина, а затем и большой террор, это все последствия вот этого. Конечно, Сталин воспользовался этим для того, чтобы выстроить эту свою жесткую вертикаль. Но это произошло не на пустом месте. Началась подготовка к большой войне. Здесь возникает еще один вопрос, о котором тоже много спорят. А может быть, Сталин прав? Может быть, оправдывает все, что он делал? Все эти ужасы 30-х годов, что он таки построил к 41-му году? Мощную оборонную промышленность, огромную армию. Если бы не это, то в 41-м году страна была бы разгромлена и побеждена немецким фашизмом? На это есть вот какой ответ. Дело в том, что вообще вот этот чудовищный кризис, мировая война, разразившаяся в конце 30-х годов, в значительной степени был следствием политики, которую вела Москва. Потому что ужесточение партийной дисциплины, превращение страны в боевой лагерь имело внешнеполитические последствия. Точно так же Москва стала бороться с всякого рода несогласными, несоблюдающими дисциплину в зарубежном левом движении. Там, так же, как в Советском Союзе, не должно было быть ни левых уклонов, ни правых уклонов. Все нужно было делать так, как велит Москва и Коминтерн. Из-за этого возникли два очага мировой опасности. Сначала в Китае, где из-за этого коммунисты поссорились с комендановцами, началась война между Чанковши и Мао-Дзэдуном. Это ослабило Китай. И у японцев возникло ощущение, что Китай легкая добыча, что ее можно завоевать. И на самом деле мировая война началась не 1 сентября 1939 года, она началась 7 июля 1937 года, когда Япония вторглась в Китай. Это просто, так сказать, западоцентрическая точка зрения, что вот пока там десятки миллионов людей гибли, это было где-то далеко, не имело значения. Это не так. Мировая война началась на Дальнем Востоке и закончится на Дальнем Востоке в сентябре 1945 года. Это была опасность с одной стороны, а с другой стороны на Западе. Почему в Германии к власти пришел Гитлер законным путем? Потому что коммунистическая партия в Германии по приказу из Москвы главным своим врагом считала не фашистов, а считала социал-демократов, социал-предателей. И вот этот раскол левого движения пришел к тому, что на выборах суммарно социалисты и коммунисты получили больше, чем национал-социалисты, а правительство сформировали национал-социалисты, после чего милитаризация Германии стала неизбежна, после чего мировая война в Западной Европе тоже стала неизбежна. Это вам ответ на вопрос, какой великий и длинновидный Иосиф Иосиф Сталин. А в 30-е годы да, страна под его руководством вот из этой самой ситуации, которую он в значительной степени и создал, огромными жертвами действительно готовилась к войне. Последний фрагмент, который я хочу вам прочитать, это итоговые части, те выводы, которым я прихожу в заключительной части, в конце этого тома. После этого у нас с вами останется время на общение, так что думайте, о чем вы хотите меня спросить, это вовсе не обязательно должен быть 10-й том. Итак, после февральской революции у России было два пути. Либо перестать быть империей и разделиться на несколько государств, каждый из которых потом двинется своей дорогой, либо снова стать империей, но более крепкой, чем романовская. Сначала казалось, что произойдет первое. Этот процесс собственно уже и начался. Единая неделимая перестала быть единой и начала делиться. Однако большевистская партия с ее ставкой на диктатуру и монолитность остановила центробежные процессы, сохранив основную территорию бывшей державы, а затем к власти пришел лидер, который последовательно и не считаясь жертвами, реставрировал все опоры изначальной орденской структуры в беспрецедентной жесткости. Земного рая, который сулил пролетариатом марксизм, не получилось, да и не могло получиться, ибо орденская модель существует не для того, чтобы подданные благоденствовали, а для того, чтобы укреплялось и росло государство. В середине XX века страна жила так же бедно и трудно, как в начале столетия, а по многим параметрам значительно хуже, не свободнее и страшнее. Провалился и ленинский проект самоопределения равноправных наций. Была воссоздана имперская система с коренным этносом-гегемоном, всемогущей митрополией и бесправными инородческими колониями. Страна опять стала тюрьмой народов. Это не решило национальную проблему полиэтнического государства, а отложило неминуемый кризис до времен, когда ордынские опоры опять расшатаются. Но в сталинскую эпоху сверхцентрализованное гипермобилизационное государство продемонстрировало и свои сильные стороны. Оно сумело в короткие сроки подготовиться к тяжелейшей войне и одержать в ней победу. Провело индустриализацию и технологическую революцию, которые сделали отсталую в прошлом страну второй экономикой мира после США. Конечно, разрыв между экономикой номер один американской и экономикой номер два советской был очень велик. Советская оставала от американской примерно в пять раз. Но в военном отношении образовался паритет и Советский Союз даже стал вырываться вперед, продвинулся дальше в разработке нового разрушительного оружия водородной бомбы. Эта особенность конкуренции двух сверхдержав, экономическая несоразмерность при военном равенстве определит характер соперничества, которое примет вид гонки вооружений. К середине 50-х годов мир представлял собой геополитическую конструкцию с двумя центрами притяжения. Экономически и технологически Америка была сильнее. Поэтому Советскому Союзу отводилась роль второй сверхдержавы. Второй сталинская держава была и в историческом смысле. Один раз Россия уже оказывалась в схожей ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok